Здравствуйте! Я Соня. А ты кто? Молтайн Тимофей. Ну все, друзья, давайте это... Здравствуйте, друзья! Здравствуйте! Мне эта малышня дает моральную поддержку, что я не зря на свете живу. Ну давайте, начинаем наш разговор. В прошлый раз получилось немножко сжато, недоговоренно. Значит так, гусеницы, нет у меня гусениц в саду. Значит, вот вы видите, я нашел фотографию с бабочкой, чтобы показать, что да, она отложит яички, потому что их никто, сад мы никто не опрыскивает, опрыскивает, не собирается, отложит свои личинки или как они там называются. И на этом все. Никаких гусениц не будет. Гусеницы у меня дважды появлялись, я их сфотографировал, аккуратно снял, отнес в лес и выпустил. Я живое ничего не убиваю. Два случая за последние три года. И до этого один случай был во время съемок телевизионных. Это я рассказывал. Все. В общем, почему нет гусениц? Потому что есть муравьи. А я ответил на несколько вопросов, недоуменных сразу. Идем дальше. Значит, вот это вот Савинич Елена Александровна видела, когда прививались эти яблоньки. Да, да. Так. А потом Елена Александровна была, когда вот этим вот уже исполнилось полтора года. Сейчас она у нас, я ей передаю привет, может она видит нас, может не видит. Горячая пора. Мичуринск. Звонила. Много. Знакомцы. Очень люди любознательные. Глаза горят. Много молодых ученых. Что-то изменилось. Потому что, когда я был в Москве 10 лет назад, я видел так потухшие глаза. Курилки разговаривают только о том, кого подсидели, кого выгнали, кого назначили. У нее я и подготовил информацию к докладу. Вот, допустим, там полсотни фотографий плодов. Таких плодов нет ни в одном академическом саду. Я опять боюсь не поверю. Для чего этот снимок? Потому что когда она скажет, что у Железова на первый раз поехала уже метровые прививки яблонь, ей сказали, не может быть. То есть по их технологии это сильно высокие. Ну а здесь тень. Здесь они ни разу не политы. Здесь они уже метр шестьдесят, метр семьдесят. В моем преддомовом саду на всех яблонях, частично грушах, лопается кора. Внимание! Это Брянская область. Это уже не Сибирь. При поперечном развезе Суана является поселение Сердцевины. К саженцам Сергея Железова претензий нет, они высокого уровня и качества. Болезнь в саду. Лично моя заслуга. Я покупал саженцы, привезенные из Южных, все предельные государства. Дураку понятно. Украина, Польша, Молдавия. Собственно, как и мои соседи по участкам. Мы дружно пустили заразу на свои участки. Сегодня пойду все выкапывать и сжигать. Соседи этого делать не хотят. Надеюсь на то, что перья болеют. Выход вижу высевание семенного подвое ранеток сибирок с дальнейшей прививкой. Тут я должен сказать так. Мне уже заказывают ранетки сибирки в виде семян. Полагаю, что иммунитет непересаженных деревьев выше. Ну, то он полагает. Я 20 лет толдычу, не пересаживаю деревьев. Я не справлюсь с этой болезнью. Извините, что хотел вас две минуты. Просто крик души. А пожалуйста, круглась некому. Сейчас опять сезон продаж. И люди в очереди стоят за этими рассадниками болезни. Две фотографии. Вот первое. Когда я глянул, я в ужас пришел. Знаете почему? Копия нашей. То, что в Сибири уничтожены миллионы яблони. Причем почти одномоментно. За несколько лет. Вот. И вот она. И теперь я объясняю, почему эта болезнь особая. Это копия нашей болезни. Вот почему я говорю. Грустная тема. Но надо об этом не молчать, а кричать. Вот он срез сделал. Попробуйте. Когда вот кажется... А вот появилось пятнышко. Сейчас я его вырежу. Как там дальше идет? Вытравлю, протравлю, замажу. Ага. Сейчас все. Вот. Середка гриет. Видели? Это страшная вещь. Ну и листья сами ведь. Ну и листья сами ведь. Субтитры сделал DimaTorzok.